Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Сегодняшнее видео о заморозке кабачков разными способами. В ролике о заморозке тыквы я упоминала, что измельченные кабачки замораживаются аналогично. Но в комментариях были вопросы, поэтому о кабачках расскажу отдельно. Тем более, что кабачки можно замораживать не только в измельченном виде, но и другими способами для конкретных блюд. Перед заморозкой кабачки или цукини я, конечно, мою, чищу, убираю сердцевину с семечками. Если замораживаются молодые кабачки, а шкурки и семечки у них очень мягкие, то их можно не чистить, а использовать целиком. Первый способ заморозка измельченных кабачков. Мякоть можно потереть на терке или мелко нарезать. Нарезать кабачок можно также по-разному. Затем массу я перекладываю в пакет и распределяю на плоском поддоне. Овощи я замораживаю брикетами, потому что это удобно. На следующий день я эти замороженные брикеты перекладываю стопкой в большой ящик морозилки. Так получается более компактно. А еще удобство брикетов в том, что от них без труда можно отломить кусок любого размера, не размораживая при этом весь брикет. Нарезанные кабачки ломаются еще проще. При желании уже замороженные, их можно как бы разрыхлить и затем перед готовкой доставать прямо горстями. Это самый простой и универсальный способ заморозки овощей. Замороженные таким образом кабачки и другие овощи подходят для использования в разных блюдах. В кашах на воде, в гарнирах из круп и овощей, в первых блюдах, запеканках, рагу и так далее. Измельчить кабачок можно и в мясорубке. И заморозить, например, в формах для льда или других формах для заморозки. Уже замороженные кубики я затем раскладываю по пакетам. И если я уже достаю мясорубку, я делаю сразу заготовки из нескольких овощей. Как говорится, чтобы два раза не ходить. Поэтому цвет кабачка у меня на этот раз немного изменился, потому что перед этим я пропускала другие овощи. На качество это, конечно, никак не влияет. Более того, прокрученные овощи перед заморозкой можно и сразу соединять, делать миксы. В видео о заморозке помидоров я об этом рассказывала. Я смешивала лук, морковь, помидоры, кабачки, также зелень и замораживала в этих же формочках. А еще кабачки можно заморозить под конкретное блюдо. Например, для фаршированных лодочек. Для этого кабачок я чищу, режу пополам и ложкой выбираю середину. Укладываю в пакеты. Для фаршированных колец я, соответственно, замораживаю кабачки кольцами. Из нарезанных заготовок выбираю сердцевину, замораживаю сначала на поддоне, чтобы кольца не смерзались и уже затем замороженные компактно складываю в пакет. Для такой заморозки лучше использовать ровные по толщине кабачки, чтобы кольца получились примерно одного размера. Так блюдо будет выглядеть симпатичнее и интереснее. Таким образом, из кабачков можно готовить всю зиму разные блюда и питаться вкусно и разнообразно. Приятного вам аппетита и полезных заготовок! Если видео вам понравилось, проголосуйте за него лайком, поделитесь с друзьями. И, как обычно, я приглашаю вас на мой канал, подписаться, включить колокольчик, чтобы получать новые ролики. Напомню, что текстовая версия рецептов находится на сайте едимкашу.ру. Ссылочка на него есть под видео в описании.